Пипец. Вот так. Не повезло. Машину надо смотреть иногда, что происходит. Пойдем. Поехали, поехали, поехали. Продолжение следует. Иначе было бы плохо. Тогда не побьем Мишу. Ну, скажи, что китайский этот подшипник вам продал. Раз уж смазку сделаем, сделал пиздец, и не дадим Мишу. Вот так. Сейчас. Снимаем вот три. Это удивительно, какая чан, что пища. Там японский патчан. Японский вот с другой стороны проехал. 150-180 тысяч. Японский он бы дольше проехал бы, поверьте мне. Пускай новый вам покупает. И не китайский уже. Это что это такое? Так. Один болт есть. Так, этот немного застрял. Это отдельно эти болты положи на всякий случай. Так я и ставлю этот сюда, чтобы по очереди они были. Вот и вот эти видишь. Иногда еще бывает, когда снимешь все четыре, этот еще бывает, что застрывает. Да, застрывает, да. Это ерунда. Раздна и все. И плюс колодки еще нужны. Колодок почти нету, смотри. Видишь, очень мало колодок. Ну, есть еще. Колодками что делать с колодками? Обратно? Сейчас, слушай. Колодки обратно сдать. Еще два-три месяца продержаться. Ой, хорошо. Если два месяца продержаться, то... Да, заводские. 180 тысяч проехать. Заводские? Да. Они уже... Серьезно? Да. Они заводские. Сейчас обычно, когда они новые машины делают, оригинально колодки проходят, не знаю, максимум 50 тысяч, может, 60 тысяч. Только в моих руках 100 тысяч проехать. Да. Ну, интересно. Бело 83 там, а у нас очень. Да. Ну, оригинально все. Конечно, всегда лучше. А знаешь, эти машины из 30 машин, как бы популярных машин, меньше всех ломаются. Приус? Да. А потом Кемери. А на первом месте какая машина, ты думаешь? Что, которая быстрее ломается? По Volkswagen, наверное. BMW и потом Volkswagen. Да, BMW первая? Да. Ничего себе. Volkswagen, вот это. Два Volkswagen было, значит, пока очень плохо работали. А, Volkswagen. Это на один раз машина. Не знаю, почему люди... Не знаю. Так, если это... Если сейчас посмотреть старые Volkswagen, которые продаются, там только что-то... Ай, трансмиссия полетела. Что-то еще. Слушай, я машину купил за 2000 и мне ремонт сказали 2000. А что там было? Электричество. Ой, да, они... Еще электричество у них там вообще. Сейчас пока не снимай. Сейчас. Смотри. Сейчас надо его выбить. Сейчас молотком должно быть. И все. Что-то держит, как будто. Не, снизу, давай снизу, снизу. Все, вот он. Китайский подшипник. Да, мы побежали за подшипником. Давай. Чай. Добрый день. Убивите. Дорога. Стабилиз��. Убивите. Все все получается. Убивите. Устанавливайте. Убивите рента и бугера. Вот. Убивите. Убивите. Убивайте. Убивите его. Упера. Нот. Это свея борта. Не надо внимания, потому что мы не будем ремонтировать. Бережь. Бережь. Это как мы работаем. Теперь я могу просто оставить его на. Теперь нужно взять ловер и ловер. Вот так. У меня есть нот с усилий бар линк. Я использую в Вайсгрибе. 18mm wrench и это просто очень тяжело с этой стороны свайпер линк и поставь это на стороне и теперь мы собираем эту штуку две болты и две ноты и теперь мы собираем отверстие и отверстие и отверстие и отверстие и остальные болты и бюстан и просто сверху отверстие 12 мм Okay, this is the last bolt. Now the strut is loose on the top, now we can just remove our nut right here. And also this bolt, and our strut is going to be able to come out. See, the shock is out. So, we're going to be changing this shock because we don't have to comprise the spring.